Вот, да, поэтому, да, и, соответственно, понимаете, вот эта рамка, то, что вы проговорили, то является, и дальше это становится детерминирующим сюжетом. Улавливаете, да, ну, то есть вы это кому-то рассказывали, ходили на психоанализ, например, там на психоанализе что ходишь? Ходишь, ложишься и должен, должен рассказывать историю. Вот, наговорили, и причем вы специфическим образом реагировали на вашу психоаналитика. И вы думали, это я буду рассказывать, это я не буду. Далее вы наговорили кучу историй, превратили их в близлежащие. Они у вас на языке. Речевой центр их проработал, декоративная память хранит и так далее. Теперь вы обращаетесь, что вы увидите в самих себе? Те истории, которые вы проговорили. Ну, потому что они сложнее организованы, лучше связаны, объяты языком, как бы, скажем, в нем сконфигурированы и так далее. Если бы вы могли всю свою жизнь пересказать, все, что с вами случилось, гипотетически, мысленный эксперимент, ну, тогда все, да куда вы не добрались бы, все бы вы взяли. А здесь мы всегда избирательны. Нас где-то пожалели и сказали, боже, ты все так тебя обидели. Что случилось? Путин метами и все, кто постуднил, там, мама не любит, там, матик мне их закатичку дернул. Все, 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 декларативно. Так бы сбромнил, ну, дернул, ну, кого, а я теперь портфелем в ответ. Ну, тут эту историю нет, ты же ее рассказываешь, что драматическую, чтобы жалели, правильно? Портфель был убран из этой истории, так все закрыли. И дальше я живу в конструкции, что меня вечно, вечно меня били, ну, держали косичку, все, да? При этом входит и думаешь, боже, сейчас точно портфель войдет в ход, но она не знает об этом, потому что у нее в голове только это, потому что ее-то опросили, она рассказывала, чтобы ее жалели, поэтому декларативная память сохранилась, это, нарратив, все у нее теперь, и все, теперь, все, как? Всех убивает, но, по сути, жертва. Это его фамилия, как, Чикатина, нет, ну, так. Настасья Филипповна его. Настасья Филипповна. Мы на улице Достоевского.